Девушки отдыхают Окрашивающий Это же мой Вот именно Маргарита Егоровна Потому что неправильно это котов Шампунем мыть Хм А-а-а А-а-а Уист А-а-а А-а Да, Матроскин, здорово ты посидел А я вот сегодня ни минуты не сидел Не то, что некоторые Ой, Шарик, не до тебя сейчас У меня из-за этого шампуня все полоски пропали Подумаешь, полоски У меня шерсть каждый год линяет И то я не скулю Тебе не понять Меня потому и прозвали Матроскиным, что я полосатый был А теперь, кто я теперь? Он еще жалуется Да о таком цвете каждая артистка мечтает А мне чем мыться, если ты весь шампунь на себя извел? Придется идти за новым Мурка, коровка моя Ну, ну, куда, куда ты, дядь? Все пропало Коровки мои меня не узнают Да ладно, Матроскин Может, все еще не так плохо Вот именно, дядя Федор Все еще хуже Я не просто полоски потерял Я самого себя потерял Таба-таба Таба-таба Ура! Говорила мне мама Не ешь просроченные сосиски, сынок Вот теперь и мерещится всякая гадость Вот не пойму я, что он так убивается Если б я вдруг белым стал Так я б об этом в своем блоге рассказал А давай мы в твоем блоге про Матроскина расскажем Слышь, Матроскин Тут подписчики просят тебя в прямом эфире показать В каком кефире? Здрасте Здрасте всем Вот он, наш Матроскин Который поблебел То есть побелел Матроскин, смотри Твоя фотография всем нравится А еще тут пишут Что теперь тебя можно называть снежком Или творожком О, Маргарита Егоровна Какая приятная встреча Тет полосатого давно не видно А можно я пока его корову возьму? А то мне большую партию посылок развести нужно Да хоть всех забирайте, Игорь Иванович Ну-ка, иди сюда Гуля, гуля, гуля Это кто еще? Ну-ка, прысь отсюда! Матроскин я И я своих коровок в обиду не дам Батюшкин, да вы без полосок как письмо Без адреса А коровы ваши по всему простокваши нашастают Не по инструкции это Мои коровки, товарищ Печкин, могут гулять там, где им вздумается Понятно вам? Понятно? А чего что-то не понять-то? Кто-то же! О, по-матроскински! Как ты его? По-матроскински Узнала! Мурка моя меня узнала! Это потому, что я снаружи белый, а внутри полосатый Ура! Полосочки мои вернулись! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла-ла... У-у! Так... Я не поняла... Так это... Подписчики захотели... Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ой, какое совпадение Я как раз прошла ускоренный курс подготовки по физической культуре Ага Я не только Феденьку Я здесь всех подготовлю Все на построение В одну шеренгу становись Раз, два, три, четыре Три, четыре Раз, два Начинаем тренировку Пять кругов вокруг двора Да, кажется, няня у нас того С физкульт-приветом А я слышал С такими лучше не спорить Так, что там дальше по плану? Здоровый завтрак Жуйте как следует Раз, два Раз, два Надоела эта каша Когда уж что-нибудь другое на завтрак будет Каша Самая полезная еда для спортсменов Так в моем журнале В методическом пособии написано Давай, давай, давай Ну еще разок Девочка, давай Так чемпионами мы не станем Будем учиться преодолевать препятствия На Олимпиаде все через козла прыгают А мы будем прыгать О, через этого С рогами Для собак, кстати, тоже Олимпиады проходят Я вот сейчас с вами подготовлюсь А потом поеду медаль получать Ну-ка разойди И как теперь тренироваться? Эх, и все бы ему развлекаться Как будто дел никаких нет Э-э-э Куда это вы мою корову повели? Нам для тренировки Мне спортивный снаряд нужен Козел И это кто тут козел? Коровка моя? Благородное животное? Ай! Да, с таким настроением В Олимпиаде не победишь А козел, между прочим Снаряд спортивный Козел, конечно, снаряд спортивный Но при чем тут мои коровы? О, да милость я Еще обед полезный готовить Ой-ой-ой А что, удобно? Алло Мне срочно нужна пицца Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Это что тут у вас? Праздник какой-то? Это вы хорошо придумали плакатами все украсить А вы чего хотели-то? Так я пиццу привез Вы ж заказывали Теперь наша почта еду доставляет В деревне почтальон и чтец, и жнец, и за едой гонец И все на одну зарплату А я и не знал, что пицца эта полезна Так в моем методическом журнале написано Пишите такое Ой-ой-ой Исключить мучное, сладкое и жареное Стоп! Везите свою пиццу обратно Возврат продуктов данного ассортимента невозможен Ой, ладно Приму удар на себя А вам вот Опять каша? Да за что нам такая жизнь собачья? Чего это сразу собачья? Человеческая жизнь, школьная Детей специально для Олимпиады дрессируют А потом за это медали дают Не дрессируют, а тренируют Но на одной каше мы долго не протянем А долго и не надо Олимпиада уже послезавтра Проверить подготовку в условиях близких к... А-а-а-а! О, отличное место для того, чтобы проверить готовность к Олимпиаде Итак, наступил момент, которого мы так долго ждали Сегодня мы узнаем, насколько плодотворными были наши тренировки Это что за форт Боярд вы здесь устроили? Это мы к Олимпиаде готовимся Сейчас Феденька продемонстрирует свои достижения Это все, конечно, замечательно Но Олимпиада будет По теории физкультуры Как? Письменно Чео? Тама, тама Тама? А-а-а! Это что такое? Ну-ка быстро верните ребенка на землю Да! Ой! Как это остановить? А еще лучше сломать Сейчас я его усердю Прогрессивная вы все-таки женщина Маргарита Егоровна Экстремальным спортом увлекает Я вот тоже по молодости О мотоцикле мечтал О-о-о-о Так, штуковину эту разобрать? Нет! А во что тогда, Вера Павловна, играть будет? Мальчик мой, вся жизнь игра Вот вы сегодня играете в кашу и дневной сон А я в тишину, покой и арт-терапию А Вера Павловна Играет в нарисуй свою мечту И нарисованное у нее непременно сбудется И вот еще, где есть мотоцикл, нет меня У нас на бочке такие детали пользу принесли бы Ими клумбу можно украсить Ах, а у нас теперь ржаветь будут Из-за Мегеровны Да О, я вот там Дядя Пичкин, а давайте мы вам мотоцикл сделаем А что? Бывает почта морская Бывает авиационная А у нас мото-почта будет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Магарита Егоровна, позвольте увезти вас в закат Да сгиньте вы, Игорь Иванович Ой, что это Мегеровны с утра не видать? Никто бутерброд изо рта не вытаскивает А нам цветочки за сараем рисует Нервы успокаивает Магарита Егоровна, вам доставка мото-почты Ой, дожить бы до выходных Наша почта семь дней в неделю работает Распишитесь, пожалуйста Да я отказываюсь от услуг такой почты А я приветствую услуги такой почты Примите посылку, товарищ Петькин Ну, скорее возвращайтесь и катайтесь здесь Туда, сюда Не может почта бесцельно туда-сюда кататься Их, устами младенца глаголит истина Берите новую высоту Все, меня хватит Давай, дядя Федор, еще чуть-чуть осталось Борь, это вы? Маргарита Егоровна, вверх тормашками Или... Ай, я! От вашего мотоцикла вся жизнь вверх тормашками Ну, а теперь все снова по-старому будет По-старому, это хорошо От этой мотоскорости я совсем голову потерял Такой темп нашей почте противопоказан Игорь Иванович, пойдемте выпьем за это чаю А детальки собрать Да сделайте из них что-нибудь полезное Какая теперь тишина в Простоквашино Целебная Того-того? Кто там? Эх ты, лошадь Не слушает за тебя твое племя Эх, не просто этот шарик к новому-то приучать Я там за мостом пастбище приглядел А они рогами уперлись, ну хоть трактором их тащи Я, конечно, в твоих делах мало понимаю О-о-о Но надо, чтобы они сами захотели Да много ты понимаешь, животновод Хотя... Ну и важный ты, матроскин Хочется к тебе на вы обращаться Сейчас не об этом, дядя Федор Я речь репетирую Впрочем, не возражаю Можно и на вы Дети, слушайте внимательно Тома-тама Тома-тама Находятся новые заливные луга с травой Покрытые прозрачной, как слеза, росой Вместо сухого сена свежая сока Вам нужно лишь довериться мне и наши надои Взлетят до небес Учись мечтать, корова Где новое пастбище? Тома-тама Вот Заливные луга, прозрачная слеза Не слишком ли сложно для коров, матроскин? Все отлично, дядя Федор Главное, это уверенность и правильная подача Эй, минуточку внимания Тома-тама Находятся новые заливные луга С травой покрытой прозрачной, как слеза И сухого сена свежая сока Вам нужно лишь Мои Годой Я Свежая Корова Уважаемый! Уважаемый, вы своими работами Нашим надоем мешаете Не могли бы вы потише осину быть? Нет, это мое призвание Пока я бобер, я буду грызть Ну, а что вы от меня хотите? Я почтальон, а не управдом Шумно вам там? Перуши берите А тут у меня тишина, значит порядок Вы же главный здесь Вас все остерегаются Особенно, когда счета за электричество приносите Ну, повлияйте Ладно, придумаем что-нибудь Я, как человек влиятельный, могу и повлиять Я извиняюсь Вы почему шум производите? Часу до трех Время тишины А после восьми и на выходных не работаем Вот что с вами такими делать, когда законы знаете? Но раз есть жалоба, то нужна разъяснительная беседа Разъясняйте Я, как уполномоченный, уполномочен за... Если вы чего-то делаете, то бойтесь наказания А если вы ничего не делаете, то бойтесь наказания за бездействие Оп, бойтесь, понятно? Не-а Вот и хорошо Мне главное беседу провести А дальше как хотите Чем смог, тем помог Давай в раскачку Раз, два, взяли Еще раз взяли Ну, я сейчас этому строителю Когда ты мешал мне работать, я молчал Когда ты мешал Печкину мешать тебе, я молчал Но, когда ты мешаешь Гаврюше принять правильное решение, я молчать не стану А че скандалить-то? Мост я тут чиню Помогли б лучше Так вот, чего говорю, что упирался Его дорожное покрытие не устраивало Ой, поздравляю тебя, Шарик Я балбес Начинаем испытание Гаврюша, камня Как бы теперь его отблагодарить? Мост починил, а значит, надои увеличил Может, ты ему молока послать? Бобры не пьют молоко, матроскин Он тебе его брата вернет Так даже лучше И отблагодарил, и молоко при мне Ну, извините, ну, речь напиши И как-то я сам не догадался Начну я, пожалуй, так Сила кота определяется не усами, лапами и хвостом А умением признавать свои ошибки Так вот, я всегда прав Ну как? Знаешь, матроскин, я б на твоем месте еще над речью поработал Вот она Аккуратно, Шарик Поломаешь тачку, вычту из премии Не боись, матроскин Она же на гарантии Она-то да, Шарик А вот у тебя гарантийный срок, похоже, закончился А чего я сделал-то? Мусор выбросил Это не мусор, Шарик Это такая полезная штука Ею можно и печь растопить И от дождя укрыться Ребят, а что это у вас Гаврюша жует? Гаврюша, фу! Фу! Брось! Плюнь! Ну плюнь, Гаврюша! Ой, поверь мне, Шарик Все это нам еще пригодится Соседи Вот, я смотрю, носитесь, будто у вас Олимпиада Да и думаю, подойду Поболей Ого! А это тут что это у вас? А это я тут разные полезные вещи собираю Коллекция моя, ясно вам? Конечно, ясно Экологическая катастрофа собственной персоной Прям Эверест Ну, только мусорный Это что? Это я аллегорию применил Большая свалка То есть В общем, граждане млекопитающие Будем ферму закрывать Антисанитария Никуда не уходите Я за бланком Вот что, Шарик Надо все это взять И в лес вывезти В лесу друзья мои живут Они ко мне, значит, со всей душой А я им, знаете, товарищи Картон, пожуйте Не согласны я Это временно, Тунберг Хвостатый Мы потом все обратно привезем Мама? Связи с несанкционированной свалкой Забидая число, забидая подпис Опа Здрасте, Марко А где это? Куча Извиняюсь, вонючая А нету, Игорь Иванович Была Да сплыла В город отправил я свою коллекцию На выставку полезных штук Как сплыла? Речные перевозки закрылись Бобы шалят Куда? Да, Вера Павловна, тормози А так Водители пристегнут Раз Бежливо Два А это что еще за мерзость? Говоришь, коллекция Город сплыла Видишь, матроски Не приживается мусор в лесу А ну-ка Ведите меня на место преступления М-да Парусность подвела И ветер не учел Значит, ферма закрыта До устранения, так сказать Экологического бедствия Ну и штраф, само собой Ой, ферму нам закрыли Уболь Штраф нам выписали Снова убыль А не заплатим штраф Не откроют ферму Круг замкнулся Я банкрот Ты, матроскин, сам виноват А я тебе говорил Надо было давным-давно Все это выбросить Эх, Шарик Зачем напоминать мне О прошлом Если у меня нет будущего? Нужно весь мусор В переработку сдать Из него на заводе Новые вещи сделают А тебе, матроскин, деньги даже заплатят Ура, дядя Федор! Заживем, как прежде! Ты же серьезно про деньги? Вы чего это вашу антисанитарию Прямо к парадному входу паркуете Дядя Пичкин Это мы вторсырье сдать хотим На переработку Чудненько! Приходите после обеда Я как раз с трех часов Буду приемщиком числиться А ну, принимай вторсырье, бюрократ! У меня коровки недоины Стоилы нечищены У меня гаврюша не выгулен! Не кипятитесь, гражданин! Вы и так уже нарушитель! Давайте, что там у вас? На весы! Так, сто шестьдесят минус семнадцать Плюс цать два За металл Итого получается Одна тысяча двести рублей Которые идут в счет уплаты штрафа Выписанного гражданину Матроскину ранее Прошлый мусор на оплату штрафа ушел А этот уже в прибыль прилетел Ты зачем шарик красные яблоки к зеленым кладешь? Рассортируй Матроскин, а ты сам-то чего урожай не собираешь, а? У нас шарик разделения труда Ты руками работаешь, а я головой думаю Куда яблоки девать, чтобы не пропали А еще сыр А при чем тут сыр Матроскин? А при том, что я свой сыр на фестиваль отправлю Нужно ему название придумать Удачное Я знаю такое Аванс И что же в нем удачного? Я, когда сам по себе жил, дружил с рабочими У них как аванс, так они меня колбасой угощали Эх, шарик, ничего тебя, кроме колбасы, не волнует Здравствуйте Здравствуй, Матроскин Папа в ваших яблоках сыр нашел Червяки в яблоках попадались, было Но чтобы сыр Это я его специально вам положил на пробу Но в фестивале сыра участвую Уже и название придумал Мяус Дам Я тебе, Матроскин, за этот сыр сам готов медаль дать Во, такую Что? Яблок, кстати, больше не присылайте А то у нас не квартира, а фруктовая база какая-то Вот, дядя Федор тебе на пробу Да отстань ты от дяди Федора со своими яблоками Не видишь, читает человек Ну вот, еще одно ведро пристроил Зря ты шарик яблоки не ешь Была бы от тебя хоть какая-то польза Да от меня знаешь, сколько пользы Я твои яблоки в два счета пристрою Ну да, пристроит он Тебя бы самого пристроить А вот и мы Мама! Ура, дегустаторы наши приехали Сегодня у нас склошное разнообразие Яблоки печеные, яблоки тушеные Компот яблочный, яблочный салат И тут яблоки А сыр разве нет? Обижаете! Какой-то этот меус дам не такой Без изюминки Вот тот из посылки Особенный был И куда же моя изюминка делась? Может, не досолил? Салат Всё перепробовал. Дегустация сыра Мяус Дам объявляется открытой. Ну как, есть в сыре изюминка? Нет в нём никакого изюма. Сыр как сыр. На российский похож. Всё-таки в город вы нам какой-то другой сыр присылали. Ещё пропало. Ничего не пропало. Мяус Дам наш очень вкусный. Давайте его сами на фестиваль отправим. Непорядок. В такой посылке он у вас из шара в лепёшку превратится. Наполнитель нужен. О! Ну как? Теперь в самый раз. Есть кто дома? Вам посылка с фестиваля сыра. Эх, несите её обратно. Не отправлял я свой сыр. Вы меня и дальше на дегустации приглашайте. Очень я в них силён. Адрес наш. Давайте посмотрим. Ого! Матроскин, смотри! Приз за самый тонкий аромат – сыр Мяус Дам. Не зря мы его сами на фестиваль отправили. Вот так вот, а. А я в посылку ещё и ведро яблок пристроил. Чтоб сыр твой по дороге не развалился. Яблоки! Вот она, изюминка! Так, все яблоки тащим в погреб. Я там сыр ароматизировать буду. Хоть ты, Матроскин, во мне и сомневался, яблок больше нет. Я всё пристроил. Моя изюминка! Нет! Стивен Колли «Как стать эффективным блогером» Глава первая. Сначала напишите то, что нужно написать в начале. В конце напишите то, что обычно пишут в конце. А уже в середине напишите то, что положено писать в середине. Конец главы. Гениально! Ты чего, Матроскин? Я тут к успеху шёл. Да никуда ты не шёл. Ты уже две недели на кровати валяешься. Это первую неделю я просто так валялся. А теперь лежу эффективно, расту как блогер. Ну да, как лентяй ты растёшь. Ну, пойду проберусь. То он лежит, чтобы ничего не делать, то он бежит, чтобы ничего не делать. Эх, Шарик, тебе бы книгу послушать о том, как себе нормальное занятие найти. Или уж книгу о том, как найти нормальную книгу. Я вот книги не люблю. Они, когда в посылках, тяжёлые очень. Лучше онлайн. Сейчас всё онлайн. Даже мне указание от отчайства пришло почаще кнопки жать. Ну, я как эффективный блогер, кажется, готов. Ну, наконец-то. Отдумался. Готов написать свой первый идеальный пост. А вам, товарищ Печкин, в интернет по возрасту ходить не положено. Чего? Мой возраст тема деликатная. Попрошу её не касаться. В целом, повежливей быть. А вы чего приезжали-то? Велосипединг. Сердечную мышцу тренирую. Набор вечных лампочек. Дядь Фёдор, ты не мог бы мне рабочее место уступить, а? А тебе зачем? Я, дядь Фёдор, идеальный пост сейчас писать буду. Главное, придумать, что написать вначале. Обычно людям нравится признание в чём-то. Ну, или жалобы на что-то. А больше всего люди котиков любят. Точно. Признаюсь, как я Матроскина не люблю. Тут и признание, и жалоба, и котик. Не хочется выносить ссор из избы, но один котик слишком много о себе думает. Что? Шарик, может лучше с глазу на глаз ваши дела с Матроскиным обсудить? А то набегут в комментариях всякие. Я пёс публичный. Кого мне бояться? Матроскин 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 А? Что, давно я так? Неделю уже. Ага. Мне тут какой-то человек нехороший по почте электронные заказные письма шлёт. С гадостями. Не судите по себе. Выучите сначала грамоту. С такой физиономией я бы на котиков не сильно обижался. Шарик. Даже самым эффективным блогерам лучше иногда эффективно промолчать. Вот-вот. А я вот такой. На свою физиономию посмотрите. Или нет? Лучше так. Я бежал за вами три километра, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Паутина засосала всемирная. Второй день с каким-то хейтером разговаривает. Ещё одно слово и забаню. Я всё сказал. Не переживай ты, Шарик. Это же просто хейтер. Ну, можно хоть один комментарий? Ой. Ну, какой я эффективный блогер, если не отвечу. Шарик. Хейтеров кормить нельзя. Чем больше ты с ними говоришь, тем тебе же хуже. А я вот так не думаю. Пустите Шарика в интернет. Там без его особого мнения, ну, никак нельзя. Сидеть! Я тебе, Шарик, с другими ругаться не позволю. Я с тобой сам ругаться буду. Нет, ну наверняка же там сидит какой-нибудь вредный старикашка. А чего это сразу старикашка? Я, может, только жить начинаю. Онлайн выхожу. Ой! Так, давайте спокойно во всём разбираться и чай пить. Простите, я хоть человек и зрелый, но пока не во всём разобрался. Надо нам помогать друг другу как-то по-соседски. И вы мне, товарищ Печкин, простите и про возраст. Интернет запрещать никому нельзя. Я вот одного понять не могу. Чего там в интернете делать-то, кроме как электронные заказные письма через сайт почты отправлять? Ну как чего? Ну можно еду фотографировать или селфи запилить. Не-не-не-не, пилить я не буду. И так радикулит замучил. А поесть я люблю. В гостях особенно. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Одна штука. Восемь. Тьфу ты! Пёс и мальчик. По одной штуке каждого образца. И вам здравствуйте, Игорь Иванович. Да, считаете, хватит ли на всех вашей вредности? Да не, у меня приказ от начальства провести перепись населения. Перекись у нас есть. А только населению она зачем, а? Шарик, перепись населения, это когда считают, сколько людей у нас в деревне живёт. Ну и животных тоже. О, Маргарита Егоровна несравненная женщина одна штука. Так, ребёнок одна штука. А эту вашу тыру-пыру как записать? Табакова. Это имя Ёйная. А что за животное-то? Она у нас в хозяйстве полезная, так что кошкой записывайте. А чего сразу кошкой? Она на белку больше похожа. Так кошкой или белкой? Вид у животного должен быть один. Если до завтра не решите, я её выселю. За что это, дядя Печкин? Неопознанный объект потому что. Без прописки к тому же. По инструкции не положено. А я говорю белка. А я говорю кошка. Что вы так кипятитесь? Тут же всё ясно. Беспородная ваша тама-тама. Ошибаетесь, Маргарита Егоровна. У нас в семье все породу имеют. Давайте генетический тест сделаем. Тогда и узнаем, кто такая наша тама-тама. Говорят, для теста учёным достаточно прятки волос. Отправлю в лабораторию и тут же вернусь. Тама-тама! Пойдём, докажем всем, что ты белка. Ну, вылитая белка. Хочешь орешек? О как! А теперь покажи, как ты ловко забираешься на дерево. Что? Просто очень сообразительная белка. Идём там и там и покажем этому балбесу шарику, какая из тебя отличная кошка получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте, соседи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это что же получается? Наша тама-тама от всех этих зверей произошла. Нельзя это Печкину показывать. Ну что, выяснили, что за зверь ваша тыра-пыра? Тама-тама. Дядя Печкин, записывайте так. Простоквашинский зверек. Это что за зверь такой? Какой породы? А эта порода особенная. Вы такой больше нигде не найдете. Потому как наша она простоквашинская. Да хоть тушкан заполярный. По инструкции строчка должна быть заполнена. Бывайте! Говорил я тебе, Матроскин, что она белка. Но и кошка тоже. Тама-тама! Да, друзья, игра переходит в решающую стадию опасных моментов. Баску-баску! Надоело. Это не отдых, а тренинг на выживание какой-то. Ванной нормальный нет. Солнце раз в три дня. Ни одного приличного ресторана на 100 километров. Я хочу отдыхать на курорте. Дорогая, простоквашина лучше любого курорта. Зачем тебе ванная, когда есть чистейшая редька? А мне нужны целебные грязи. За камышами посмотри. Сейчас как раз вода спала. Мне нужны омолаживающие процедуры. Лучшее средство для омоложения – это крапива. Дорогая, давай не будем менять наши планы из одного комара. Дело не в комаре, не в грязи и не в крапиве. Ну, тогда у меня больше нет идей. Дело в отношении. Я уезжаю на курорт, а ты занимаешься детьми. Ты не можешь меня просто так оставить. Я буду отдыхать, а папа заботится о детях. У меня очень много важных дел. Хоккей? Ну вот зачем ты так? Разве я променяю семью на хоккей? Футбол! Няне я дала выходной, дядя Федор делает уроки. Всё, дальше сам. Опасная передача и команда маму ведёт в счёте. Да. Почему все от меня уходят? Время такое настало. Сенокос называется. Ой, нет. Дети, руководство нашей семьи назначило меня главным тренером. Объявляю свой тренерский план. Пункт один – посмотреть футбол. Пункт два – полежать на диване. Дальше по ситуации. Принципиальнейший матч ваших и наших состоится уже завтра. Как бы вы оценили шансы ваших на победу? Дети, вы знаете, что делать. Ты-то. О-о-о. Да. Това-това! А мне мама запретила тебе помогать. Сказала, это такой папа-челлендж. Всё сам. А давай мамино решение обнулим. Мама была первой. Сперва её указания, потом твоей пап. Эх, всё самому делать приходится. Нападающий входит в штрафную, удар в створ порог. Гол! Всем спать. Вера Павловна, подъём! Ешь питательные вещества и пей питательную субстанцию. Идём гулять! Идём домой! Я вынужден расписаться в собственном бессилии. Я не справляюсь с родительскими обязанностями. Вы не могли бы поработать няней? Я подумаю. Я подумала. И вынуждена отказать. Никто не узнает, что детьми занимались вы. Я узнаю. К тому же, ваша супруга заплатила мне за то, чтобы я ничего не делала. Лучших предложений в жизни о работе мне не поступало. Ой, ну вот, опять. Эх, ладно. Дядь Фёдор, а давай футбол посмотрим? да на трибуках становится тише дает быстрое время чудес но вот все пропустил вот это да новое слово в словаре человечества ради такого можно и футбол пропустить не думала что когда-нибудь я такое услышу зря бы матроски с тобой на сенокос ушли самое интересное похоже здесь происходит это что ж должно было случиться чтобы папа от футбола отказался ничего не случилось футболов много а семья одна хотя жаль конечно как там наши сыграли не переживай пап футболы в записи посмотреть можно никто же счет не знает добро пожаловать дорогие любители спорта на настоящий праздник футбола речи принципиальных соперников вот это атмосфера тебе правило рассказать я знаю а это у вас тут праздник диванного боления так я этот матч уже смотрел они сыграли еще со счетом я такого снегопада за все свои девять жизней не видит придется расчищать расчистим интерес что мне родители на новый год подарит вот в прошлом году была книга лабиринт минотавра интересное или полезное интересное там в лабиринте чудище жила с головой быка а ну это бесполезное какое-то чудище есть много а молока не дает что ты говоришь совсем опала умел проходу не дает а я давно тебе говорил шарик зря ты шампунем с луговыми травами моешься и что же мне делать грязным ходить по-твоему лопату бери гаврюшу лопатой и балбес но при чем тут гаврюша снег расчищать пойдем давайте мы снега лабиринт минотавра построим как в книжке а кто такой этот монотавр и зачем мы сюда вернулись сидели бы сейчас простоквашина кучу нервов бы сберегли дорогая просто кто-то вместо костюма деда мороза взял с собой в простоквашина пакет с мусором ты мне будешь каждую минуту об этом напоминать ну как нормально странно из под бороды деда мороза выглядывает борода моего мужа может быть ты ее слегка совсем сбреешь вот еще ладно добавим еще ваты мама с наступающим мои дорогие вас там наверно снегом замело нет мы снега лабиринт построили вот как же папа теперь мешок с подарками найдет он его во дворе спрятал не переживай мам найдем шарик схему лабиринта нарисовал до темноты нужный мешок найти шарик давай схему схему только ее виду сил вот ты шарик даешь так это чтоб интереснее было а то что это за лабиринт если сразу знаешь где выход их шарик чудище ты с головой собаки вот заблудимся из-за тебя и без подарков останемся не ссорьтесь мы у входа нитку привяжем и по ней обратно выйдем как в книжке про минотавра ой опять тупик ничего еще пару ходов проверить осталось давайте веселей это хорошо что еще мы не в египетских пирамидах бродим это почему а в тех лабиринтах еще и мумии попадались вперед туки-туки можно можно если недолго я собственно вас поздравить загляну а что дядя федор со своей фауной отсутствует их присутствие вот-вот возобновится ой ну тогда чтобы времени не терять о ваш игрушка и гариванд опасны для моего здоровья а значит и для вашего а а а а а мумия а 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 о о смотрите никакая это не мумия а почтальон наш печкин а спосибочки только это не мой мешок моем письмо были посылочки а тут ерунда какая-то Ух ты! Папин мешок! Ура! Подарки нашли! Да, ура-то оно, конечно, ура. Только как теперь мы обратно дорогу найдем? Монотавр! Гаврюша, Монотаврик ты мой! Пойдемте скорее домой. Там наши мама и папа едут. Я всегда говорил, что Простоквашино – это волшебное место. И я хочу, чтобы это волшебство никогда не заканчивалось. С Новым Годом, друзья! С Новым Годом, Простоквашино! С Новым Годом! В небе синим кружится снежинок-хоровод. А это значит Новый Год. И это знает даже Кот. Если загадать желание со снежинкою в руке, Желание окажется в подарочном мешке. Я загадаю торт. А я большую ложку. Я съем большой кусок. А он большую крошку. А то, что я у Дедушки Мороза попрошу, Расскажу, как только этот список допишу. Что у Дедушки в мешке? Что у Дедушки в мешке? Что там? Песни звонкие, танцы бойкие, Платья пышные и роскошные. Ох, спою я вам. Апчхи! Ох, спляшу я вам. Апчхи! И спою я вам. Лишилась волоса. Голоса! Дед! Ушла в аптеку. Без меня лечиться. Учиться. Вот так день. Целую экологическую катастрофу предотвратил. А пачкаться зачем? Сам-то я отмоюсь. Зато совесть у меня теперь чистая. Я на речке завалы разобрал. Вот так. Ну, здорово, соседушки. Все, я гляжу, у вас по-старому дом на месте стоит, да? Это потому, что наш дом недвижимость. Нет, это потому, что шарик ваш чужие дома передвигает. Реку из берегов вывел, и все. Тю-тю. Я сам чудом спастся. Я его по веточке собирал, а он уплыл. Да кто уплыл-то? Дом мой. Ой. Щетки, обалдуй ты, шарик. Мы тебя зачем взяли? Дом охранять, а ты чужие ломаешь. Да я же, я же как лучше хотел. Не расстраивайся, шарик. Придумаем что-нибудь. А бобер пока у нас поживет. Заходите, располагайтесь. У нас тут всем места хватит. Я вот в гамаке сплю, а матроски на печке. Не, меня в гамаках укачивает. А духоту я не переношу. Ого, шкаф. Этот вариант мне подходит. Ой. Это что, мой? Это бобер. Беженец. Верните его в лес. Да куда в лес? Он без дома остался. У него стресс. Он сейчас вообще мех может сбросить. В моем шкафу не позволю мех сбрасывать. Зря вы так. Бобровый мех в хозяйстве, ой, как полезен. Чем это он полезен? А тем, что он, он голос возвращает. О. Точно. Воротник из бобрового меха это народный секрет здоровья. Меховатый. А если хорошо кормить, еще и хвастей будут. Вот есть все-таки еще на свете женщины, у которых сердце не в конец учерствело. Тюй-тюй. Стал-то какой. Эй, эх. Пировать так пировать. Качественная у вас древесина. Пожалуйста, бей, ломай, грызи. Сострадание надо иметь. Да сострадание я имею. Сижу на печи и страдаю. Не ссорьтесь. Лучше пойдем за ягодами. Ешь десерт. От такой жизни шелковистость точно повысится. А, здрасте. Вы тут бобра не видали? Кузен мой из Бобруйска. Приехал на плотине поработать и сейчас как будто смыло. Так вот же... А где он? А, опять бежал. Отлишь бы не работать, а? Лентяй и аферист. Ну, приступим. Это не он. Это что, встречи, что ли, будут? Так я только за. Какой у вас, Маргарита Егоровна, воротник из бобрового меха изящный? Главное, целебный. Я вот себе тоже бобра завел. Он мне карандаши точит и мебель на почте от воров стережет. Надеюсь, мебель у вас из пластика. Еще чего. Чистое дерево? Карельская береза первый сорт. Минуточку. Это что, выходит, бобры мебелью питаются? Не позволю изводить казенное добро! Что вам мебель, то бобру салат.